Можно? Александр Евгеньевич, Козлов Геннадий Васильевич, Крепчик Владимир Дмитриевич, Круносов Николай Ефимович, Макарычев Петр Петрович, Киреев Сергей Юрьевич, Розен Андрей Евгеньевич, Митин Сергей Геннадьевич, Иванова Татьяна Николаевна. Семенов Анатолий Дмитриевич, Крепин Владимир Александрович и Перелыгин Юрий Петрович. Из них докторов наук по специальности 050208 6 человек. Членов Совета с вещательным голосом никого не вводили, отсутствует 6 членов Совета. В таком составе Совет правомочен принимать решение. Повестка дня. Защита кандидатской диссертации решетников Евгения Павловна на тему повышения эффективности изготовления деталей со сложно-профильными поверхностями на основе разработки комплекса контрольно-измерительных процедур в системе планирования многономенклатурных технологических процессов. По специальности 050208 технология машиностроения. Научный руководитель доктор технических наук профессор Бочкарев Петр Юрьевич. Официальные оппоненты. Доктор технических наук, доцент Аверченков Андрей Владимирович, заведующий кафедрой компьютерной технологии системы Брянский государственный технический университет. Кандидат технических наук Инге Мансон Александр Рональдович, главный технолог Акционерного общества Федеральный научно-производственный центр Титан Баррикады, город Волгоград. Ведущая организация Волгоградский государственный технический университет. Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшихся? Нет. Принимается и не нагласно. Слово для оглашения представленных соискательным материалом представляется ученому секретарю совета, доктору технических наук, доценту Зверощакова Александру Евгеньевичу. Он у нас на это заседание вместо воячка Игоря Ивановича, который приболел. Приказ ректора по университету есть. Я зачитываю. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, в деле соискателя имеется заявление от решетника Евгения Павловна. Указано, что защита работы проводится впервые. Имеется согласие на включение персональных данных в администрационное дело и дальнейшую обработку. Имеется личный листок по учету кадров. Указано последнее место работы по настоящее время. Научный сотрудник НПП, НПЦ электронной системы АОНПП «Алмаз». Город Салит. Имеется копия диплома с отличием по квалификации «Инженер». Имеется копия диплома магистра с отличием специальности технологичного машинного оборудования. И имеется копия диплома окончания аспирантуры по специальности машиностроения. Также имеется заключение экспертной комиссии диссертационного совета Д. 212.8603, в которой отмечена новизна, практическая ценность работы, актуальность, соответствие паспорту специальности 05.02.08. Экспертная комиссия рекомендует принять к защите диссертационного совета работу решетников Евгении Павловны по специальности 05.02.08. Члены экспертной комиссии, подписавшие заключение, Зверовщиков ВЗ, Курносов Н.Е. и Зверовщиков А.Е. Спасибо за внимание. Также в деле имеется письмо об основном отсутствии одного из оппонентов. Ингемарсон А.Е. не может присутствовать лично на заседании диссертационного совета в связи с производственной необходимостью технологического сопровождения производства по выполнению программы госзадания в интересах РОСН и ГРАО. Подпись, первый заместитель гендиректора, генконструктора АО ФНПЦ «Титан Баррикады» Серов. Но отсутствие одного из оппонентов допускается, поэтому мы ничего не нарушаем. Слово для заклада представляет соискатель Решетникова Евгений Павловна. Пожалуйста. Здравствуйте. Представляю вам диссертационное исследование на тему повышения эффективности изготовления деталей со сложнопрофильными поверхностями на основе разработки комплекса контрольно-измерительных процедур в системе планирования многоменклатурных технологических процессов. Основными предпосылками для проведения исследований явились пересмотр идеологии разработки технологических процессов изготовления деталей, а также широкое внедрение и популяризация новых перспективных автоматизированных средств измерения. Целью данной работы является совершенствование процесса производства деталей со сложнопрофильными поверхностями на основе разработки комплекса контрольно-измерительных процедур, обеспечивающего учет размерных взаимосвязей поверхностей заготовок при разработке технологических процессов для их изготовления и формирования рационального комплекта контрольно-измерительных средств в условиях действующей производственной системы. Для достижения поставленной цели необходимо было решение взаимосвязанных задач. Данные задачи представлены на слайде. Это обоснование теоретических положений принятия эффективных технологических решений на этапах разработки технологического процесса для деталей со сложнопрофильными поверхностями на основе учета взаимосвязи реальных размерных параметров взаимного расположения поверхностей и отклонения от геометрической формы поверхностей заготовок с учетом текущего состояния производственной системы в системе планирования многомиклатурных технологических процессов. Вторая задача – это разработка комплекса контрольно-измерительных процедур и методики анализа размерных взаимосвязей деталей со сложнопрофильными поверхностями, которые служат структурным элементом разрабатываемого технологического процесса для его совершенствования. При этом эффективные технологические решения принимаются на основе реальных данных о размерных параметрах заготовки и текущего состояния производственной системы, что приводит к сокращению ее временных затрат. Третья задача – это формализация проектных процедур для формирования рационального комплекта контрольно-измерительных средств в рамках системы планирования многомиклатурных технологических процессов. Четвертая задача – разработка алгоритмического и программного обеспечения комплекса контрольно-измерительных процедур для деталей со сложнопрофильными поверхностями в рамках системы планирования многомиклатурных технологических процессов. Проведение экспериментальных исследований о влиянии измеренных реальных размерных характеристик заготовок деталей со сложнопрофильными поверхностями и назначение рационального комплекта контрольно-измерительных средств, влияющих на эффективность разработки технологического процесса их изготовления. И шестая задача – это разработка практических рекомендаций для производственной системы обработки деталей со сложнопрофильными поверхностями, направленных на повышение эффективности их производства. Научная новизна представленной работы состоит в следующих положениях. Установлено, что разработку рационального технологического процесса изготовления деталей в условиях многомиклатурного производства необходимо осуществлять на основе данных о действительных размерных параметрах поверхности заготовки и складывающейся ситуации в производственной системе, что направлено на повышение эффективности производства. Разработано математическое и алгоритмическое обеспечение для реализации комплекса контрольно-измерительных процедур при изготовлении деталей со сложнопрофильными поверхностями, которые учитывают сложности их измерения и позволяют получить достоверные данные о действительных размерных параметрах заготовки. Также разработано математическое и программное обеспечение процедуры формирования рациональных комплектов контрольно-измерительных средств, которые включают генерацию множества возможных вариантов контрольно-измерительных средств и отсев их по критерию однородности. Данное программное обеспечение необходимо при реализации системы планирования многоминклатурных технологических процессов. Практическая ценность и реализация работы состоят в разработке и алгоритмизации комплекса контрольно-измерительных процедур, которые включают в себя способ группирования деталей и заготовок с позиции сложности их измерения, также разработку методики координатного измерения со сложно-профильными поверхностями, которые служат структурным элементом для разработки технологического процесса изготовления деталей и формирования рационального комплекта контрольно-измерительных средств в условиях текущей производственной системы. Результаты работы прошли практическую апробацию в условиях промышленного отдела предприятия «Алмаз» города Саратова, при этом подтверждена работоспособность разработанных методик и алгоритмов. Установлено, что введение контрольно-измерительных процедур на проектном этапе разработки технологического процесса и учет реальных размерных параметров заготовки способствует разработке эффективного технологического процесса. Методика назначения рационального комплекта средств контрольного и мерительного инструмента производственной системы способствует уменьшению времени выполнения контрольно-измерительных процедур, а также сокращению их общего количества. Проведенный анализ публикационной активности в области особенностей разработки технологии обработки деталей со сложнопрофильными поверхностями показал, что ведется интенсивная работа по тематике исследования, и это говорит об актуальности данной задачи. На данном слайде представлена часть обзора литературных источников результата систематизации и обобщения рассматриваемых вопросов в области технологического обеспечения при технологической подготовке механообрабатывающих производств. Проведенный анализ методических подходов к созданию технологического процесса изготовления деталей в системах автоматизированного проектирования и области обеспечения функций технологического измерения, а также контроля деталей механообрабатывающих производств в рамках технологической подготовки производства показал, что имеется значительный задел по данному вопросу. Однако на сегодняшний день нет принципиально новых решений, которые бы обеспечили новый подход к разработке технологических процессов для изготовления деталей со сложнопрофильными поверхностями, и которые бы обеспечили переход к интеллектуальным производственным системам и способствовали бы цифровизации производства. Таким образом, в ходе исследования разработаны методики, которые позволяют создание моделей для разработки рационального технологического процесса в системе планирования многоминклатурных технологических процессов. Однако имеющийся задел по разработке этапов данной системы не затрагивает номенклатуру деталей со сложнопрофильными поверхностями, поэтому актуальным является развитие и расширение возможностей данной системы. Выводы по анализу особенностей технологической подготовки механообрабатывающего производства представлены в виде следующих положений. Основной задачей совершенствования технологической подготовки для обработки деталей сложной формы является разработка подхода к технологической подготовке механообрабатывающих производств, которая базируется на оценке реальных размерных характеристик заготовки. Второй вывод. Существенным резервом повышения эффективности разработки технологических процессов для изготовления деталей является взаимосвязь, принятие технологических решений и учёта реальных размерных характеристик заготовок и состояние производственной системы. Способом повышения точности измерения деталей со сложнопрофильными поверхностями является применение современных перспективных контрольно-измерительных средств, способствующих повышению эффективности процесса измерения, а также обоснованный выбор технологических контрольно-измерительных средств и методики измерения при изготовлении деталей, которые способствуют повышению производительности. Инновационный способ организации производственного процесса деталей со сложнопрофильными поверхностями на основе разработки комплекса контрольно-измерительных процедур направлен на выбор технологического процесса изготовления деталей из множества сгенерированных в системе планирования многоминклатурных технологических процессов. На данном слайде представлена организационная последовательность разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур. На данном слайде представлена сама система планирования многоминклатурных технологических процессов и указано место комплекса контрольно-измерительных процедур. Преимущество применения комплекса контрольно-измерительных производств это полная автоматизация проектирования технологических процессов с учетом реальных размерных характеристик изготавливаемых изделий, наличие многовариантных способов решения задач для разработки технологических процессов и автоматизация процесса измерения с помощью разработанной методики координатного измерения и назначения рационального комплекта контрольно-измерительных средств. Разрабатываемый комплекс контрольно-измерительных процедур предполагает применение автоматизированных средств измерения, которые предусматривают создание 3D-модели заготовки. Она разрабатывается по имеющимся чертежу деталей. Далее по данной 3D-модели проводится процедура измерения на основе разработанной методики измерения реальных характеристик заготовки. Далее создается протокол измерения, по которому корректируется чертеж заготовки. По данному чертежу, скорректированному на основе реальных размерных параметров заготовки, формируется рациональный технологический процесс. А именно разрабатывается маршрут технологических операций, выбирается метод обработки, определяются наиболее выгодные схемы базирования для конкретной заготовки. И назначается комплект технологической оснастки и контрольно-измерительный инструмент. Основное преимущество разработки технологического процесса деталей со сложнопрофильными поверхностями с помощью предлагаемого комплекса контрольно-измерительных процедур состоит в учете реальных размерных характеристик заготовок. А неусредненных конструктивных требований, на основе которых разрабатывается традиционным способом технологический процесс изготовления деталей. Введение процедур анализа действительных параметров поверхности заготовки позволяет осуществлять управляющее воздействие на разработку технологического процесса изготовления деталей, тем самым обеспечить составление рациональной структуры технологических операций. Для разработки данного комплекса контрольно-измерительных процедур необходимо решение трех задач. Это группирование деталей с позиции сложности измерения. Это разработка методики анализа размерных параметров заготовки, которая будет служить структурным элементом при разработке рационального технологического процесса. И формирование рационального комплекта контрольно-измерительных средств. Решение первой задачи. При разработке комплекса контрольно-измерительных процедур нет возможности рассмотреть все многообразие деталей со сложнопрофильными поверхностями. Поэтому безграничному разнообразию деталей при автоматизированном проектировании необходимо противопоставить конечное число типов деталей для решения задачи создания однородных групп деталей с позиции сложности измерения. Для этого был применен аппарат кластерного анализа. Важность вопроса группирования поверхности деталей с позиции измерения связана с сокращением времени проектирования, трудоемкости, времени анализа и контрольных процедур. Для решения данного вопроса сформирована структура, таблица классификационных признаков анализированных поверхностей, проведена процедура стандартизации этих признаков и с помощью многомерной статистической процедуры построены дендограммы. По ней определено количество кластеров, которые определяют выделение однородных с позиции сложности измерения групп поверхностей. Основным критерием при группировании деталей по сложности их измерения также был применен аппарат кластерного анализа. Процедура выделения групп деталей с позиции измерения состоит в разбиении деталей на составляющие поверхности, отнесении поверхности к определенному кластеру и формировании классификационной таблицы. Основным критерием при группировании деталей с позиции сложности измерения служит степень сложности измерения данной детали. Был введен коэффициент сложности измерения, количественная оценка коэффициента сложности измерения произведена на основе представленной зависимости, которая на слайде. Расчет показателей измерения поверхности приведен в таблице. Для принятия эффективных технологических решений при автоматизированной технологической подготовке производства в рамках данной работы решена задача разработки методики анализа размерных параметров поверхностей как части технологического процесса изготовления деталей. Разработка методики координатного измерения включает определение рационального количества собираемых точек на конкретной измеряемой поверхности и их грамотное расположение. Расчет рационального числа координатных точек при измерениях осуществлен методом статистических испытаний, позволяющим установить значение действительного размерного параметра поверхности с помощью количества точек анализируемой поверхности, которое выбрано случайным образом. определение на основе теории вероятности построена зависимость частости размерного параметра поверхности измеряемой заготовки от количества координатных точек, собираемых при его анализе. Величина рационального количества точек назначается с применением метода перебора. Количество итераций, осуществленных в процессе выбора рациональной величины количества точек, ограничивается и назначается в зависимости от требований, связанных с надежностью изделия и техникой экономической целесообразности изготовления. Решение задачи расположения точек измеряемой поверхности осуществлено с помощью комбинаторного анализа. И решение третьей задачи разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур это формирование рационального комплекта контрольно-измерительных средств, который включает генерацию возможных вариантов отсев, нерациональных вариантов и формирование рационального комплекта контрольно-измерительных средств. Рациональному использованию ресурсов производственной системы способствует целесообразное использование контрольно-измерительных процедур и средств при реализации технологического процесса изготовления деталей. Поэтому важным аспектом исследования явилось решение задачи назначения рационального комплекта контрольно-измерительных средств. Предлагаемая подсистема берет информацию с предыдущих этапов и тем самым формируется рациональный комплект контрольно-измерительных средств. Формирование рационального комплекта для текущих производственных условий представляет собой генерацию вариантов. Набор средств измерения для проектированной производственной системы осуществлен посредством аппарата теории множества. Исходными данными для генерации служат множество возможных вариантов поверхностей, которые берутся из базы данных в системе планированных гамикулатурных технологических процессов, а также множество возможных контрольно-измерительных средств, которые также берутся из базы данных. Второй этап – это отсев нерациональных вариантов средств измерения, который осуществлен по критерию однородности, который обеспечивает требование взаимозаменяемости средств измерения при процедуре контрольно-измерительных операций. И назначение рационального комплекта средств измерения для решения данной задачи применен аппарат генетического алгоритма с условиями текущей производственной ситуации. Каждый из формированных комплектов на предыдущем этапе представляет собой набор средств измерения с технико-экономическими характеристиками, и из них выбраны те варианты, которые образуют рациональный комплект таким образом, чтобы суммарное время контрольно-измерительных процедур было минимальным. Таким образом, обоснована необходимость создания комплекса контрольно-измерительных процедур для изготовления деталей с сложнопрофильными поверхностями в системе планирования гомиклатурных технологических процессов. Обоснована необходимость создания данного комплекса, развита методика разработки технологических процессов механообработки деталей на основе разработанного комплекса путем принятия эффективных технологических решений для разработки технологического процесса изготовления в соответствии с учетом реальных размерных характеристик изготовки. Разработана методика измерения деталей со сложнопрофильными поверхностями на основе назначения рационального числа координатных точек и грамотно их расположения при снятии реальных размерных характеристик. Формализована процедура формирования рациональных комплектов контрольно-измерительных средств производственной системы для осуществления контрольно-измерительных процедур при реализации технологических процессов, которые обеспечивают заданную точность и повышение эффективности производства. На основе разработанных моделей созданы алгоритмы и программы в программной среде MATLAB. Для методики координатного измерения детали со сложнопрофильными поверхностями, а именно программа автоматизированной оценки отклонения от круглости поверхности и отклонения профиля продольного сечения. На данном слайде представлены алгоритмы определения рационального количества точек, необходимых при снятии реальных размерных характеристик заготовок, а также алгоритм грамотного их расположения на измеряемой поверхности. Здесь представлено разработанное программное обеспечение методики автоматизированного измерения реальных размерных характеристик изделий, а также документы, подтверждающие работоспособность данных программ. Для формализации методики формирования рационального комплекта средств технологического контроля применен аппарат генетического алгоритма. Как я уже говорила, на первом этапе генерируется множество возможных вариантов, на втором производится отсев нерациональных, а на третьем выбор рационального комплекта. На данном слайде представлен алгоритм отсева средств измерения из генерированного множества, который осуществлен по критерию однородности. В соответствии с данным критерием, каждый из средств измерения может применяться на как можно большем количестве различных контрольно-измерительных операций. Этап формирования рационального комплекта осуществлен с помощью генетического алгоритма, и критерием для этого этапа назначено минимальное суммарное время контрольно-измерительных операций. Разработано алгоритмическое обеспечение, направленное на автоматизацию измерения размерных параметров деталей, и произведена разработка программного обеспечения. Работоспособность данных программ подтверждена соответствующими документами, которые представлены на слайде. Это свидетельство о государственной регистрации программ для ИВМ. Таким образом, разработано алгоритмическое обеспечение, направленное на автоматизацию измерения размерных параметров поверхности заготовок деталей со сложнопрофильными поверхностями, которые позволяют реализовать методику измерения реальных размерных параметров заготовок при разработке технологического процесса изготовления изделий. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для формирования рациональных комплектов контрольно-измерительных средств для осуществления измерительных процедур в условиях действующего многомагнитурного производства, которое обеспечит нетребуемое качество и повышение эффективности производства. Для оценки работоспособности разработана методика экспериментальной его проверки, которая состоит в выборе объекта производства, производственной системы, определении технических характеристик действующей производственной системы, проверка алгоритмического и программного обеспечения для автоматизированного процесса измерения деталей со сложнопрофильными поверхностями и формирования рационального комплекта контрольно-измерительных средств, проведение испытаний в условиях действующей производственной системы и проведение технико-экономических расчетов для проверки эффективности разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур. На данном слайде представлены детали со сложнопрофильными поверхностями. В изготовлении деталей со сложнопрофильными поверхностями достаточно трудоемкий процесс. Такие детали имеют ответственное функциональное назначение и способствуют обеспечению высокого качества изделия, а также способствуют сокращению габаритных и массовых характеристик изделия в целом, в которые входят данные детали. Оценка работоспособности разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур осуществлена на базе керамического научно-производственного комплекса предприятия «Алмаз» города Саратова. Для номенклатуры детали разработаны технологические процессы и множество технологических процессов. И как вывод, можно сказать, что учет реальных размерных параметров заготовки детали, в конкретном случае корпус, который послужил исследуемой деталью, позволил принять эффективные технологические решения при разработке технологического процесса изготовления детали, а именно выбрать наиболее выгодную последовательность операции, применить современное технологическое оборудование, выбрать наиболее выгодную схему базирования и структуру технологической операции для изготовления изделия. Рациональным технологическим процессом в данном случае явился вариант 1, который представлен на данных слайдах. На основе разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур разработан рациональный технологический процесс. Учет реальных размерных параметров произведен с помощью перспективного контрольно-измерительного средства, координаты измерительной машины и протоколы представлены на слайде. И представлен разработанный рациональный вариант технологического процесса. Работоспособность разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур в условиях действующей производственной системы подтверждена с помощью определения экономической эффективности его использования. Расчет техник экономических показателей выявил наличие годового экономического эффекта и сокращение брака производственной продукции на 5%, повышение производительности на 30-43%. Таким образом, в ходе исследования получены следующие результаты. Выявлена и обоснована необходимость создания комплекса контрольно-измерительных процедур деталей со сложнопрофильными поверхностями в системе планирования многоминклатурных технологических процессов. Разработана методика измерения деталей со сложнопрофильными поверхностями на основе назначения рационального числа координатных точек, измеряемых поверхностей и их расположения. Данная методика служит структурным элементом для разрабатывания рационального технологического процесса для изготовления деталей и способствует сокращению временных затрат на 25%. Развита методика разработки технологических процессов механообработки деталей на основе разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур путем принятия эффективных технологических решений при разработке технологического процесса изготовления деталей в соответствии с учетом реальных размерных характеристик поверхности заготовок. Формализована процедура формирования рациональных комплектов средств измерения для осуществления контрольно-измерительных процедур при реализации технологических процессов изготовления номенклатуры деталей, которые обеспечат заданную точность и повышение эффективности производства на 30-43%. Работоспособность разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур подверждена актом принятия решения о возможности использования результатов исследования, который был получен по итогам промышленной апробации в условиях действующей производственной системы предприятия «Алмаз». Данный документ представлен на слайде. Акт решения о возможности использования результатов исследования. Исследование прошло апробацию, и на данный момент свыше 30 публикаций имеется по данной работе. В журналах, рекомендованных ВАГ-6, Скопус-1, программы для ИВН и базы данных тоже 6, учебные пособия 3 и монография 1. Развитие работы видится в нескольких направлениях, а именно в расширении моделей современных материалов, например, не металлы, в области развития методики координатного измерения поверхностей, например, рост влияния числа точек на точность выявленных погрешностей поверхностей и их устранения для повышения точности и производительности контрольно-измерительных процедур. В дальнейшем планируется развитие в данном направлении. Также развитие предложений о способе группирования деталей не только на основе сложности измерения, но и на основе технологичности. Предложенные идеи способствуют снижению субъективного фактора при разработке технологических процессов механообрабатывающих производств, ведут к интеллектуализации, технологической подготовке производства и являются перспективным решением для внедрения цифровизации производства. Спасибо за внимание. Вопросы к соискателю официального оппонента, доктора технических наук, доцента Аберченкова Андрея Владимировича. Есть у вас вопросы? Положено по требованию задания? Нет. Замечательно. Вопросы к соискателю членов Совета. Пожалуйста. Кревчик Владимир Дмитриевич. Ирина Павловна, первое, какое-то несоответствие между номерами электронных слайдов и бумажных. Покажите слайд 24. Номера не совпадают. Дело в том, что в качестве экономии, времени и объема презентации было принято решение наплывающей слайды. В распечатанном варианте, конечно, я так не могла сделать, потому что ничего понятного не было. Поэтому количество в распечатанном намного больше. И номера, соответственно, не совпадают. Просто ориентироваться очень сложно. Это в процессе надо записывать все слайды, номера. Ну ладно, это детали уже. Вот у меня вопросы, связанные с математикой. Вот. Значит, смотрите. Вот внизу, в прямоугольничке, наложение координатных точек на анализируемую поверхность. Вот эта функция S. S с индексами, я, к сожалению, не вижу. N-рация. N-рациональная, да. Это же функция чего-то, правильно? N. А вы ее пишите, обозначаете, как искомый способ. Функция разве может иметь смысл способа? Ну, здесь как-то несуразно это, мне кажется, название. Вот смотрите, у вас есть некий функционал, так? Вот S-N-рац, это некий функционал, который вы должны минимизировать, правильно? Да. Ну, процедура известная, как это все делается. Вот хотелось бы посмотреть графики, живые, как это все работает. А мы слышим только вот разработано, разработано, разработано. А вот где этот элемент работы вашей модели? Потом посмотрите, вот внизу вы пишите N с индексами и J принадлежит промежутку от нуля до единицы. Скобки круглые означают, что ни ноль, ни единица не включительно. Это некорректность математическая, потому что внизу вы этим пользуетесь, что N и J может принимать значение единицы и ноль. И вот это у вас в авториферате есть, на это могут обратить внимание. Вы понимаете, да? Надо было поставить квадратные скобки. Хорошо. И то же самое относится к верхнему, к верхней формуле, там выбор способа расположения координатных точек. Вы должны четко сформулировать математическую задачу. Как вы ее решаете? Ну, пакет программ – это черный ящик, куда что-то вводится и откуда что-то выходит. А вот структура вашей модели, как вы это все делаете? Данные математические модели служат для разработки методики координатного измерения. Решение задачи разработки методики необходимо было для основного исследования, то есть для снятия реальных размерных параметров. И поэтому на данном этапе предложены математические модели и алгоритмы программного обеспечения только в процессе разработки. То есть это… Спасибо. Можете продолжить, как раз? Да. Семенов Анатолий Дмитриевич. Вот продолжение той же самой темы, которую поднял Анатолий Дмитриевич. Вот у вас на авторитете третий формул, вот там задача оптимизационная стоит, которую вы решали. Вы сказали, вы не можете сказать, к какому классу задач она относится хотя бы? Что это задача какая? Линейного программирования, нелинейного программирования, там, динамического, чтобы потом вы знали, как ее решать. Тогда вы могли бы не ссылаться, а использовать стандартную принцову решения задачи таких. К какому классу задачи относится ваша задача оптимизационная? Можете на этот вопрос ответить? Назначение грамотного расположения координатных точек. И вторая задача, то же самое, еще такая же одна из оптимизационная задача, то же самое, вот это десятая формула, тоже, там даже минимальная задача. Опять, какой класс задачи? То есть вы, так сказать, затрудняйтесь ответить на эту вопрос? Ну, спасибо, у меня нет вопросов. Пётр Петрович. То есть стандартный программ за вас все решает. Нет, вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас работа много прощений на классерном? В работе посвящено вопросам классерного анализа данных. Вот на странице 14 проведена формула, в которой утверждают, что это эвклидово расстояние. Но эвклид так не писал формулу. Никакой единицы на z у него под корень квадратом не было. Вот у меня такой вопрос, вы сознательно это ввели коэффициент или это просто так, ошибка или что-то? Как вы, для чего его ввели? Эвклидово расстояние, у меня просто нет авториферации. Нет, эвклидово расстояние, х минус, там, хит минус, хит минус, хит в квадрате, корень квадрата, сумма. Повернуть его так. Ну, 14-я страница. Единица на z. Зачем она здесь? Единица, это z. Это можно только сознательно, но надо тогда объяснить, для чего это вы сделали. Допускается это. Единица за z. 14-я страница и нижняя формула. Эвклидово расстояние, оно выбрано для... Нет, я понимаю, оно выбрано, я почему. Эвклиды так не определяется, это расстояние. Для чего вы ввели эту единицу на z? Нет, у меня вопрос. Это или сознательно, или просто так, это ввели машинарное единицу? Нет, это чтобы определить общее число анализируемых признаков и посчитать... Я понимаю, всё, для чего z? Вот у вас есть шкала, измерительная шкала по эвклиду, там, какие-то, я не знаю, там, единицы измерения. Но зачем-то единицы. Вы модифицируете, что-то обрабатываете свои данные. Для чего это? Данная формула была взята из литературных источников и... Вы пишете эвклидовое расстояние, вы обязаны знать эвклидовое расстояние, как и другие расстояния, если вы занимаетесь классическим анализом. Понимаете? Может, там, другие это брать, метрики, там, Меньковского общей формулы и так далее. Так, ну всё, у меня ещё один вопрос. Вот на странице 34, вот, так, что нам вы представили, что тоже кластерные анализы приведены в графической зависимости. Зависимость количества кластеров от расстояния между ними, да? Вот, ну, во-первых, объяснить, почему количество кластеров уменьшается при увеличении расстояния, почему они, это, расстояние, как меняется, из-за чего меняется расстояние. И вот последний особенный вопрос, почему вы дошли до нуля, что кластеров стало ноль? Ну, как можно, вот, всю группу элементов я объединил, этот кластер один останется, но меньше никак нельзя. Куда исчезли все элементы, которые образовывали эти кластеры? Вот почему до нуля-то вы дошли? До такой же, что куда-то все объекты исчезли, обнулили кластеры. Нет, 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 не исчезли. Ну как? Да, это неточность. Неточность, да? Всё. Зависимость количества кластеров, оно определено... Нет, ну не может того быть, у меня есть 10 элементов, я их разбиваю на кластеры, они у меня никуда не девать. Я всё объединяю кластеры до одного кластера, но дальше-то я не могу. Вот о чём речь. Ещё у меня вопрос. Вот вы, у вас много, вы защищаете алгоритмы, да? Вот если, вот 39-я страница. У вас столько висячих вершин, ой, здесь, в алгоритме, отказ, там, ещё где-то и в других алгоритмах. Почему? Ну у нас всегда алгоритм заканчивается последней одной конечной вершиной. Закончили, окончание или там конец, всё, пишем и всё. А у вас-то что такое? Отсев, что такое? Раз. А, это генетический алгоритм. Ну вы защищаете эти алгоритмы, а я вот не пойму, почему у вас это неправильно, схема алгоритмов представлена. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Городчиков Александр Евгеньевич. Егений Павлович, я так понимаю, что у вас диссертация посвящена совершенствованию вспомогательной технологической операции измерения, по результатам которой потом проектируется весь остальной технологический процесс. Я правильно понимаю? Соответственно, я бы хотел вкратце услышать перечисление факторов, влияющих на такой ключевой момент, как формирование массива контрольных точек. Давайте ещё раз, скажите, какие факторы влияют на формирование этого массива? Можно перечислить их. У вас, по-моему, слайд какой-то есть там, нет? Факторы, влияющие на массив точек? На формирование массива контрольных точек. Классификационные признаки. Было принято 6 классификационных признаков. 46. Это, значит, наличие элемента сложного профиля. Точностные параметры у вас как там учитываются? Это точность, это квалитет обработки, это возможность измерения автоматизированным способом, это количество необходимых точек для идентификации поверхности. Так, ясно. И тогда такой вопрос. А вообще с какими-то методиками определения схемы измерения, размещения контрольных точек вы имели? С какими-то другими методиками? С другими, только с рекомендованным программным обеспечением самой координатной измерительной машины. А конкретно с какой машиной вы имели дело? Фароарм, Швейцария. А программное обеспечение Power Inspeaker. А фароарм – это портальная или рука? Рука. Мобильная координата измерительной машины. Понятно. И второй вопрос. Значит, у вас заявлено, что сокращение временных затрат производственной системы составило 20, по-моему, 5 процентов, да? Да. Вопрос. Каким образом фиксировалось сокращение времени, временных затрат? Нормами времени. То есть анализировалось при традиционном способе контрольно-измерительной процедуры и при способе, который нами предложен. Минуточку. Временные затраты производственной системы сократились за счет чего? За счет сокращения количества контрольно-измерительных средств, общего их количества, и за счет автоматизированной методики измерения. То есть вы утверждаете, что в основном технологическом процессе изменений трудоемкости операций не было? Так? Контрольно-измерительных или основных операций? Основных операций нет. Я не рассматривала этот вопрос в рамках данной работы. В рамках данной работы контрольно-измерительные операции рассматриваю. То есть сокращение трудоемкости решило только за счет операций измерительных в технологическом процессе? Понятно. Спасибо. Кто еще задает, просит? Пожалуйста. Курносов Николай Ефимович. У меня как темням, я сейчас вам помогу. Ваше предприятие. Насколько оно серьезное? Оборонное предприятие, выпускающее продукцию, это лампы бегущей волны, космического назначения. То есть это серьезное предприятие оборонного комплекса. Правильно я понял? Да. По деталям похоже. Да. Тогда следующий вопрос. Вот у вас есть таблица, десятая. Если быстро найдете. Десятую. Это десятая у вас. А, ну да. Там звезда на весом какая-то. А, контрольное измерительное средство. Вот это и вам блок. Какая-то вы задавили. Вот, проскочили. Пролетели. Вот это. И дальше не будем искать. У вас есть средства измерения, которые вы взяли за основу для анализа, да? Для анализа был взят... Пробки, штангенцинкуль, микрометр, да. Ну, возраст им так, лет, наверное, 130-140. Правильно? Специальные средства измерения и координаты измерительной машины. Так вот, вы представили только контактные средства измерения, причем, ну, не лучшего плана, будем так говорить. Потому что мне приходилось на, даже на пенсионских предприятиях, не оборонного комплекса бывать, и штангенцинкуль не такой примитивный, а с электронной шкалой. А вы работу строите только на контактных средствах измерения. А бесконтактные? Бесконтактные способы измерения, да, они, безусловно, производительные, но они, во-первых, и дорогостоящие. То есть, если потом считать эффективность, то есть, тут этот вопрос тоже... Двояль. И не всегда рациональное использование сканирующих средств измерения. То есть, если есть возможность рационального использования, допустим, координатного, контактного средства измерения, то зачем применять? Ну, это ваша позиция противоречит мировой промышленной практике, где средства измерения во многом бесконтактные. И более точные. Вот я и спрашиваю, можно для бесконтактных применять? В рамках данной работы это не рассматривалось. На будущее спасибо за... Подсказку. Да. Пожалуйста. Скрябин Владимир Александрович. Евгений Павлович. Вот, значит, пожалуйста, на такие вопросы ответь. Это страница 6 реферата. Вы допишите в пункте 2. Промышленные элементы группирования деталей с позиции сложности их измерения, базирующиеся с помощью аппарата кластерного анализова. Вот скажите, значит, вот, допустим, такая ситуация, что у вас нужно это самое... То есть создать группу ещё там 2-3 новых деталей. Как этот классный аппарат будет оперативно реагировать на это? Как он это самое, это группирование будет... Вводятся дополнительные детали в номенклатуру и оцениваются сложности измерения. Измерение не подходит более сложно, и тогда как? Почему не подходит? Сложность измерения, она есть математическое описание, и посчитаем. Ну, понятно. Ладно, значит, теперь, значит, ещё. Ведь дело в том, что прежде чем измерить, детали нужно обработать, так? И детали нужно обработать, измерить, потом запустить на сборку, так? И вот помните мой старый вопрос, значит, в автоматизированном производстве есть такой термин, это самое, бесперебойность процесса сборки. Вот как всё-таки вы это самое выбирали, так, Ленович, это самое, приоритет выпуска деталей в группе, чтобы и обеспечить бесперебойность сборки. И где, и где это самое, где, значит, ваши расчёты или ваш, значит, там алгоритм вот этого выбора? Ведь там сложный алгоритм, там в четыре этапа всё решается. Помните, я вам такой вопрос задавал? Да, нет, не помню. Не помните? У нас процесс измерения на этапе заготовки для снятия размерных параметров. Я понимаю, ну вот вы сняли размерные параметры, потом детали-то всё равно на это самое, на обработку детали, а потом детали-то на сборку-то идут? Конечно. Как обеспечить бесперебойность процесса сборки? Как обеспечить приоритет выпуска? То есть какую деталь нужно запустить в начале, в конце, в середине, чтобы на сборку в данный момент пришло число деталей такое, чтобы обеспечить быстро, с экономией времени, это самое, бесперебойную сборку. Процесс планирования, диспетчирования. Какое планирование? Планирование выхода итоговой продукции. Не, ну какое планирование здесь, в принципе, это самое, для определения, это самое, месяц, там, год, неделя. Какое планирование-то? Ну, оперативное планирование. Оперативное планирование, так? Ну, ладно. У вас много ещё вопросов. Ещё последний. Последний, не последний, а заключительный вопрос. Да, значит, пожалуйста, значит, вот я посмотрел автореферат, и вот нигде не увидел сходимость экспериментальных и теоретических исследований. Какая она у вас? Сколько процентов? Нигде не увидел. И чем вы это самое? Нигде не увидел сходимость экспериментальных и теоретических исследований. Сначала была разработана теория на основе математических моделей и определена, проверена с помощью программных средств. Проценток? Сколько? Проценток сколько? Ну, какая погрешность между теоретическими и экспериментальными? Какой процент? Ну, ладно. Ну, ладно. Зверщиков Владимир Евгений. Евгения Павловна, вот в автореферате вы подчеркиваете, что теоретическая значимость работы состоит в создании научных принципов комплекса контрольно-измерительных процедур. На какие новые научные принципы вы претендуете? Разработка технологических процессов на основе учёта реальных размерных параметров. Нет, речь идёт о новых научных принципах. Ну, наверное, да. Так, второй вопрос. Вы утверждаете в своей работе, что реальные размерные характеристики заготовок учитываются при разработке технологических процессов механической обработки деталей и влияют на эффективность их проектирования. Каким образом это осуществляется на практике? То есть сняли вот эти размерные характеристики заготовки, и что дальше? На основе этих реальных данных корректируется чертёж заготовки. По скорректированному чертёжу заготовки разрабатывается технологический процесс, единичный технологический процесс для изготовления конкретной детали. То есть за счёт уменьшения припусков, так я понимаю, да? Не только. За счёт назначения рационального маршрута технологической операции. В зависимости от необходимой точности получения размера, то есть назначается последовательность операции. Игорь Иосифович, сейчас секундочку. Да? Татьяна Николаевна. Иванова Татьяна Николаевна. Откройте, пожалуйста, научную новизну и поясните Ивину. В процессе работы установлено, что разработку рационально-технологического процесса необходимо осуществлять на основе действительных размерных параметров заготовки. Что по итогам работы привело к повышению эффективности производства? Это больше практическая реализация у вас, а конкретно новое-то что? Данного положения не было до нашего предложения при разработке традиционных способов технологических процессов. Поэтому долго обсуждали формулировку научной новизны и пришли к мнению, что в данной формулировке она наиболее полно отражает суть работы и последовательность работы. То есть, данная научная новизна и есть новая в нашем предлагаемом способе совершенствования технологической подготовки к производству. Всё, да? Игорь Иванович, пожалуйста. Евгений Павлович, скажите, пожалуйста, Вы что измеряли? Размер, отклонение расположения или отклонение формы? Размерный параметр. То есть, самый простой, Вы размерные? Размерное и взаимное расположение. Отклонение расположения поверхности? Отклонения нет, в данной работе нет. А на каких операциях Вы использовали координатно-измерительную машину? Какую? Какую координатно-измерительную машину ФАРО, производство Швейцарии, мобильная координатно-измерительная машина, на операциях снятия размерных параметров? Вот стол там из чего сделан? Брамор или гранит? Там стол обычный, плита. А? Плита. Плита металлическая? Да. Или гранит? Нет. А головка измерительная какая была? Сам щуп. А? Сам щуп керамический. Ну, щуп керамический, он... А это сама рука, углепластик. Углепластик сама рука. Это я понимаю, что углепластик. А сам измерительный щуп, головка измерительная? Керамический. Какой фирмы? Не скажу. Ренешел? Нет, нет. Нет, Ренешел. Ну, и вот скажите мне, у вас там применяется и такой стандартный, обыденный измерительный инструмент и координатно-измерительная машина, да? Вот в чём разница, на каких операциях что? Вот, собственно, как бы решение по задаче формирования рационального комплекта инструмента отвечает на этот вопрос. То есть, что целесообразно использовать в данном конкретном случае? Потому что не всегда целесообразно использовать координатно-измерительную машину, как вот, например, говорили про сканирующую. Если, ну, нет в этом необходимости, то есть, и по техническим параметрам, и по обеспечению точности получения размерных параметров данный, вмерительный инструмент отвечает всем требованиям, то зачем использовать как-то более современные... То есть, вы здесь проявили вот как раз рационализацию выбора, значит, где надо трёхкоординатное, а где можно без неё обойтись, обходились и без неё, да, стандартный, мерительный инструмент. Да, да, и машины применялись в основном для деталей со сложных профильными. Ну, и какой основной вывод у вас всё-таки, когда, где, что нужно применять, что критерием является? Потише. Применять координатно-измерительную машину для деталей со сложных профильными поверхностями, потому что мерительным инструментом, во-первых, это не всегда возможно померить, снять параметр. Для более простых деталей, соответственно, универсальный мерительный инструмент. То есть, это некий симбиоз получается, да? Трёхкоординатная измерительная машина, как наиболее передовой на сегодняшний день, контактный метод измерения, естественно, головка. Понятно, спасибо. Так, вопросов больше нет у членов совета, да? Нет. У присутствующих есть вопросы? Нет. Слово для выступления предоставляется руководителю доктор технических наук профессору Бочкарёву Пётру Юрьевичу. Пожалуйста. О её достоинствах. Конечно, я понял всё это. Право, не имею право, то есть, да. Уважаемый Илья Петрович, уважаемые коллеги, ну, кратко я вот охарактеризую соискательницу, решение Коя Юлия Павловна, Евгения Павловна, значит, закончила в 2019 году специальность проектирования технических и технологических комплексов. Также, то есть, обучалась, значит, под моим руководством защищала дипломный проект. И вот уже тогда, значит, задача была, как раз первоначально мы исследовали вопрос, связанный с измерением накоординатных делительных машин, и использование это при разработке технологических процессов. С отличием, она закончила специалитет, поступила в магистратуру, с радостью сказать. Она закончила ещё после специалитета, можно было на бюджет поступать в магистратуру, чтобы вопросов не было. Это дипломерный специалист, я гадаю. Значит, в магистратуре она тоже закончила с отличием. Кроме этого, значит, уже работая в аспирантуре, учащаясь в аспирантуре, она стала работать на кафедре лаборантом и инженером, она, так сказать, должной, то есть, достаточно хорошо разобралась и в учебном процессе, и в вопросах, связанных с научными. Она была симпедиатом президента, когда обучалась и с студенткой, и в магистратуре. Кроме этого, значит, была победительница в УМИКе, но все знают этот конкурс, который среди молодых. У нее были уже результаты. И являлась соисполнителем гранта РФФИ. В 2014 году она поступила в аспирантуру на машиностроение по направленности технологии машиностроения. Закончила также ее. И в рамках обучения также она проводила большую научную работу, участвовала в конференциях, публикациях. И как молодой ученый выиграла грант РФФИ. И также премия у нее была президента. С 2016 года, я уже не говорю, что за это время, вы понимаете, что она гранты выиграла, то есть у нее и публикация, и выступление на конференциях, на различных уровнях, участие в различных семинарах. И с 2016 года она начала работать на научно-производственном объединении «Алмаз». Был вопрос, он входит в госпорпорацию «Ростех». Понятно, да? То есть это госпорпорация, она известная. Значит, начала работать инженером-конструктором, работала тоже технолог. И в настоящее время, буквально полгода назад, комиссия ее аттестовала на должность научного сотрудника. Вот тоже здесь, будем говорить, производственный карьерный «Рост», достаточно известный вам, тем более организация очень серьезная, которая есть. Кроме этого, она постоянно участвует ее от этого предприятия, посылает на различные мероприятия научные от «Ростеха». То есть она участвует в их конференциях, выездных, которые проходят, и в вопросах, связанных с подготовкой, повышением квалификации и так далее. Поэтому та работа, которую мы начинали, и работа была, которая, когда она была студенткой, после того, как она в 2016 году перешла работать на это производственное объединение, на научно-производственное объединение «Алмаз», она была скорректирована тоже определенным образом под нужное предприятие, значит, в двух основных аспектах, которые связаны именно с новизной по специальному технологическому строению. Впервые, то есть именно при обработке, при изготовлении сложнопрофильных деталей, контрольная, раньше контрольная измерение, сейчас нельзя за контрольную, то есть операция измерения заготовки стала частью технологического процесса. От того, какие результаты получены, строится весь технологический процесс. На базе используется система планирования технологических процессов. Это абсолютная новизна, то есть никакого не было. И задача, которая была поставлена, именно правильно, вот сейчас многие вопросы задавали, а благодарны, они все время возникают, вопрос, связанный с выбором средств измерения. Даже на тех предприятиях, где очень существуют современные средства измерения, в том числе и бесконтактные, как правило, бесконтактные, они требуют все-таки, используются в крупносерийном, в массовом производстве которых. Здесь задача была такая, оптимизировать, и определить, слово оптимизация тоже люблю, значит, определить наиболее рациональный комплект средств измерения. Мы говорим про многонатурное производство, когда очень много деталей изготавливается, чтобы на каждом рабочем месте отдельном и в целом по технологическому процессу как можно более универсальны были средства измерения. Это дает серьезное, будем говорить, не только организационный вопрос, связанный при реализации технологических процессов. Это и экономические, с комплектом инструментов, и вопросы, связанные с штучно-коррупционным временезготовлением, снижением контрольных операций, когда у нас инструмент близкий, когда мы изготавливаем различные детали. Значит, публикации, которые представлены с искателем уже, то есть озвучены, достаточно полны, которые были, кроме этого, за то время, которое уже было, еще и Скоповские вышли, и Ваковские, но это отдельно, то есть они не указаны в автореферате. Она продолжает серьезную научную работу, и надо сказать, вот те направления, которые были представлены здесь в дальнейшем, я уверен, что она будет им заниматься, но предприятие, то есть Алмаз сейчас тоже скорректирует и просит расширить вот те модели, которые она сделала и использовала для выбора рациональных средств контрольных, они просят перенести, значит, на более широкое, на спектр весь технологический оснасток. Это приспособление, это режущий инструмент, это вспомогательный инструмент. Всё, спасибо. Я фиксирую ее как положительное и призываю вас. Не надо нас призывать. Прошу прощения. Да, не надо. Слово для оглашения заключения кафедры, где выполнялась работа, отзыв ведущей организации и отзывов, поступивших на автореферат диссертации, представляется ученому-секретарю Зверещукову Александру Евгеньевичу. Пожалуйста. Присядьте. Так, работа выполнена в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина, ОЛСГТУ. По итогам обсуждения диссертации в организации, где она выполнялась, принято заключение, что диссертация имеет высокий научный уровень, личное участие соискателя достаточно, степень достоверности результата подтверждена, результаты апробированы в достаточной степени. Отмечена научная новизна результатов диссертации соискателя, ценность научных работ, апробация работы отмечена на достаточном количестве конференций. Указано количество публикаций, свыше 60 работ, из них 5 в изданиях перечня ВАГ, одно издание в базе Скопус и 54 в сборниках научных трудов. Список, соответственно, приводится. В результате рассмотрения работы признано, что диссертационная работа решетниковой соответствует пунктам 3 и 5 паспорта специальности 05-0208 технологии машиностроения, а сама диссертация соответствует требованиям положения о присуждении ученых степеней и рекомендуется к защите на соискании учебной степени кандидата технической науки по специальности технологии машиностроения. Заключение принято на расширенном заседании кафедры технической механики и деталям машин СГТУ имени Гагарина. Подпись доктора технической науки, профессор, заведующий кафедрой Бекренев Николай Валерьевич. Отзыв ведущей организации был Волгоградский государственный технический университет. Рассмотрено содержание работы. Отмечено, что содержание отражено полно в автореферате и научных публикациях. Отмечено теоретическое обоснование положений, корректное определение цели. Отмечено, что экспериментальные исследования проведены, соответственно, с предложенными методиками. Отмечается актуальность темы, которая определяется в перманентном снижении вселинских производств и расширении номенклатуры изготавливаемой продукции. Перечислены положения новизны и ценности полученных результатов. Также отмечена практическая значимость результатов. В общем-то, соответствующие изложены в автореферате. Также указано, что результаты исследований приняты в АОНПП «Алмаз» с целью апробации и внедрения. Отмечено, что положения вывода могут быть использованы в практике машиностроительных предприятий с целью повышения эффективности технической подготовки. В соответствии с специальностями. Определенные по паспорту научные специальности, технологии машиностроения, признат соответствия. Имеется ряд замечаний формальных и по существу. По существу работы. В работе неоднократно упоминается термин критерий однородности, обеспечивающий выполнение требований взаимозаменяемости при формировании комплекта средств измерений. Однако, количественные оценки величинных критерий в работе в явном виде не приведены. Второе замечание. Непонятно, как или кем определяется предельное время работы алгоритма при формировании рациональных комплектов средств измерений. То есть количество итераций ограничено временем работы алгоритма. Третье замечание. Следовало более жестко показать, каким образом учет реальных размерных характеристик изделия, раздел 4.1, способствует принятию эффективных технологических решений. Страница 104.2. В частности, в таблице 4.1 показано изменение общей структуры техпроцесса, связанной с переходом от универсального оборудования к многооперационным станкам с ЧПУ, но не показано изменение количества переходов, рабочих ходов или изменение собственного технологического метода, обусловлено более корректным расчетом прикуска. Формальное замечание. Нарушена нумерация таблиц в главе 4. Некоторые выводы по диссертации 1 и 3 тривиальны, поскольку представляют собой простое перечисление в выполненной работе. Отмеченные недостатки не являются принципиальными и не снижают ценности исследований. В заключении указано, что диссертация выполнена на актуальную тему. Автореферат коротко полно отражает содержание, проведенные автором исследованные результаты, соответствуют паспорту научной специальности 0502 на 8 технологии машиностроения. Содержание следует полно отражено в открытой печати. Следует признать работу, соответствующей требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям и определенными пунктами 9.14 в положении прислуждений ученых степеней. Автор Решетникова Евгения Павловна заслуживший прислуждений ученой степени кандидат на науку по специальности технологии машиностроения. Отзыв обсужден и единогласно утвержден на расширенном заседании кафедры технологии машиностроения Волгоградского государственного технического университета. Протокол номер 6 от 5-го, 2-го, 20-го года. Подпись заведующей кафедры технологии машиностроения доктора технических наук, доцент Юлий Львович Еринский. Подпись удостоверена и отзыв утвержден первым проректором Волгоградского государственного технического университета С.В. Кузьминым. Далее. Отзывы на автореферат. На автореферат поступило 14 отзывов. 14. Здесь опечатков там было 16, 14 было 16, здесь 14. 14 отзывов. Я перечитаю. 15. Дагестанский государственный технический университет. Автор Махмудов К.Д. Ахмир Шпашаев М.У. Доценты. Кандидаты наук. Замечание. Библиографический список составлен не с использованием ГОСТ Р. 705-2008. Омский государственный технический университет. Профессор кафедры доктора наук Реченко. И заведующий кафедры доктор наук профессор Попов. На странице 6 говорится о том, что предложена методика координатного измерения деталей с целью обеспечения заданной точностью измерения деталей. Но в автореферате это не раскрыто. Часть рисунков в автореферате практически не читаемы. 14, 16, 19, 20 страницы. Текстные изображения их мелкие, что не позволяет оценить их в полной мере. А. Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Город Пермь. Макаров В.Ф. Доктор наук профессор. В работе представлена процедура формирования рационального комплекта контроля измерительных средств, но нет уточнений, на каком этапе реализация технического процесса с гереминым комплектом применяется. Сибирский государственный университет путей сообщения. Ильяных. Профессор-кафетер. Доктор наук пациент. В тексте автореферата нет уточнений, какое место в системе планирования многонуменклатурных техпроцессов занимает разработанный автором комплекс контроля измерительных процедур и обоснование его значимости для этой системы. Чебоксарский государственный университет. Янишкин А.С. Профессор-кафетер. Доктор наук. В автореферате говорится о комплексе контроля измерительных процедур, при помощи которого разрабатывается рациональный техпроцесс обработки. Важно было бы обозначить, что конкретно автор включает в данные понятия. По Волжске государственный университет сервиса. Горшков Б.М. Доктор наук. Профессор. Необходимо пояснение, как методика координатных измерений реальных размерных параметров заготовок реализуется в системе САПУТП, с помощью которой происходит разработка и реализация техпроцесса механообработки. Липецкий государственный технический университет. Доктор наук. Профессор Козлов А.М. Представленная трактовка научной новизны более соответствует практической значимости работы. В качестве научной новизны следовало бы использовать формулировки, изложенные в положениях, выносимых на защиту и название гранта. Из представленной на рейс 3 разработки техпроцесса обработки неясно, как измерение размеров влияет на выбор схем базирования. Из автора феррата неясно, как учитываются дополнительные затраты времени на измерение заготовок в общем балансе времени изготовления деталей. Юго-Западный государственный университет. Курск. Ивахненко А.Г. Доктор наук. Профессор. Оценка полученных результатов на основе только их внутренней непротивчивости при наличии существенных противоречий в действующих стандартах. ГОСТ-2.308.11. и ГОСТ-Р.534.42.2015. является недостаточно обоснованной. Воронежский государственный технический университет. Болдрих А.И. Профессор кафедры. Доктор наук. Автор предлагает разработку рационального техпроцесса для обработки деталей со сложно-профильными поверхностями на основе эффективных технических решений. Нам не важно более подробно представить данное заявление. В разделе «Основные результаты и выводы» приведены сведения, которые являются констатацией факта выполненных работ и содержат пути развития полученных результатов. В списке публикаций приведены работы, основная часть которых выполнена в соавторстве. Список не отражает объем публикаций в печатных листах. Неясно, какая доля принадлежит лично автору. Тольятинский государственный университет. Доцент кафедры кандидата технического левашкин. И Логинов Н.Ю. Заведущий кафедрой кандидата технического доцента. Из автор реферата неясно, каким образом осуществляется процедура коммутации комплекта контроля измерительных средств. Алгоритм на рисунке 9 реферата. Если учитывать, что измерительные приборы имеют такие характеристики, как диапазон измерения чувствительности на деление. Из содержания автор реферата неясно, как это учитывается на этапе генерации множества возможных вариантов контроля измерительных средств. Также не раскрыто, каким образом на основе критерий однородности происходит выбор типоразмеров. Типоразмеров измерительных приборов в составе комплекта контроля измерительных средств. Донской государственно-технический университет, заведующий кафедрой технологии машиностроения, Там Маркин, М.А. доктор, наук, профессор. Пункт 1 научной новизны не требует проведения исследований на уровне написания кандидатской диссертации. В автор реферате не приведено экономическое обоснование внедрения результатов в производство. Из содержания автор реферата неясно, учитывается ли помимо точности отдельных поверхностей, точность их взаимного расположения. Северо-Кавказский федеральный университет, заведующий кафедрой доктор, кандидат наук, землянушного, Н.Ю. Несимметричность гистограммы на рисунке 4 относительно среднего значения, не характерна для закона нормального распределения. На защите работы следует пояснить этот вопрос. В выводах автор реферата не отражено решение задачи 6 исследований. Вологодский государственный университет, Степанов А.С. кандидат наук, зав. кафедрой. Для практической реализации процедуры группирования деталей по сложности метрологического контроля требуется соответствующее программное обеспечение. В данной работе автор ограничен с выбором коэффициента сложности и его математическими описаниями. Южно-Уральский государственный университет, Челябинск, Гузей ФВИ, зав. кафедры, доктор, наук, профессор. В автор реферате не показана связь между измеренными и разверленными параметрами заготовки и эффективностью разработки техпроцесса. Не ясно, как конкретно используются результаты измерения действительных размеров заготовки при проектировании техпроцесса. В автор реферате не показано, за счет чего повышается эффективность производства на 30%. При группировании деталей с позиции сложности измерения автор в автор реферате приводит к классификационной признаки. Цель сообразно систематизировать данную процедуру. Спасибо большое. Слово для ответа на замечания предоставляется соискателю Решетниковой Евгении Павловне. Пожалуйста, Евгений Павловне. Так и хочешь сказать. Замечание 3. Доктор технических наук профессора Гузеева. Процедура группирования деталей производственной системы с позиции сложности их измерения проведена на основе аппарата кластерного анализа. Создана таблица классификационных признаков, анализируемых поверхностей. Данная процедура приведена в докладе. Профессор Козлов, Липецкий государственный технический университет. Представленная трактовка научной новизны видится наиболее приемлемой, так как, например, название гранта, формулировка указывает на предположение, что методика координатного измерения будет являться научной новизной, что неверно в полной мере для данной работы, так как она является структурным элементом при разработке рационального технологического процесса и не отражает сути специальности. Замечание 3 профессора Козлова. Затраты времени на измерение реальных размерных параметров заготовки учтены при расчете вспомогательного времени, затрачиваемой на контрольно-измерительные процедуры. Применение разработанной методики координатного измерения способствует автоматизации контрольно-измерительных процедур, что способствует сокращению временных затрат в общем балансе времени на изготовление изделия. Пункт 1 профессор Тамаркин, Донской государственный технический университет. Пункты научные и новизны обсуждались в продолжительное время, и было принято решение, что формулировку пунктов определяет научную ценность работы, и отражает этапы ее проведения. Замечание 3 профессора Тамаркина. Рисунок 3 автореферата раскрывает влияние размерных параметров поверхности заготовок, в том числе и взаимного расположения на разработку технологического процесса, изготовление деталей, информация о которых, собственно, позволяет принимать эффективные технологические решения, определяющие рационально-технологические процессы изготовления изделия в текущих условиях производственной системы. Профессор Макаров, Пермский национальный исследовательский политехнический институт. Процедура формирования рационального комплекта контрольно-измерительных средств применяется при разработке рационального технологического процесса изготовления изделия. Сам же сформированный комплект рациональный контрольно-измерительных средств применяется при реализации технологического процесса. Профессор Янушкин, ЧГУ имени Ульянова, город Чебоксары. Комплекс контрольно-измерительных процедур включает в себя предложение способа группирования деталей производственной системы с позиции сложности их измерения, разработку методики координатного измерения деталей со сложнопрофильными поверхностями и процедуру назначения рационального комплекта контрольно-измерительных средств многоконтрольного производства. С остальными замечаниями мы согласны. Замечательно. Спасибо большое. Переходим к обсуждению диссертации. Слово для выступления предоставляется официальному оппоненту доктора технических наук Аверченко Андрею Владимировичу. Уважаемые члены диссертационного совета, представляю отзыв официального оппонента на диссертационную работу Решетникова Евгении Павловны. Повышение эффективности изготовления деталей со сложнопрофильными поверхностями на основе разработки комплекса контрольно-измерительных процедур в системе планирования многономенклатурных технологических процессов. Представлено в ССК ученой степени кандидат технических наук по специальности 050208 технологии машиностроения. Актуальность. Тема диссертационного исследования, как я считаю, представляет интерес специалистам в сфере автоматизации современного машиностроительного производства и поиска резервов снижения себестоимости. В работе представлен подход, направленный на повышение эффективности производственного процесса изготовления изделий на основе применения рационального комплекта контрольно-измерительных средств для оценки заданной точности изготовления деталей на завершающем этапе реализации разработанного ТП. Предполагаемый подход актуален для совершенствования тех процессов обработки изделий в условиях быстро меняющейся производственной ситуации. Диссертационная работа состоит из четырех глав, введения, заключения, списка научно-технической литературы из 165 единиц и 7 приложений. Основной текст диссертации изложен на 142 страницах, включая 32 рисунка и 13 саблиц. Автореферат изложен на 24 страницах. В первой главе проанализированы существующие методы и подходы к разработке технологических процессов механической обработки изделий, а также методы и средства технологического контрольных параметров. Во второй главе приведены научные основы разработанного комплекса контрольно-измерительных процедур в системе планирования многономенклатурных технологических процессов. Разработана методика измерения деталей со сложнопрофильными поверхностями путем назначения рационального числа координатных точек измеряемых поверхностей. Третья глава посвящена разработке алгоритмического и программного обеспечения комплекса контрольно-изменительных процедур и методике проверки его работоспособности. В четвертой главе представлена оценка работоспособности комплекса контрольно-изменительных процедур в системе планирования многономенклатурных технологических процессов. Новизна. Первое. Предложен новый способ повышения эффективности производства через разработку рационального технологического процесса изготовления деталей на основе действительных размерных параметров заготовки и учета возможностей производственной системы. Второе. Предложены математические обоснования и алгоритмы для исследования комплекса контрольно-измерительных процедур при изготовлении деталей со сложно-профильными поверхностями, позволяющие получить достоверные данные о действительных размерных параметрах заготовки. Третье. Предложено математическое программное обеспечение для процедур формирования рациональных комплектов контрольно-измерительных средств в соответствии с содержанием паспорта научной специальности. Считаю, что диссертационная работа по сформулированным целям, задачам и содержанию соответствует паспорту специальности 050208 технологии машиностроения и конкретно пунктам 358. Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая часть работы состоит в создании новых научных принципов для комплекса контрольно-измерительных процедур, математических моделей, методик и алгоритмов, обеспечивающих формализацию процессов, разработки рациональных технологических процессов, обработки деталей со сложно-профильными поверхностями. Практическая значимость работы заключается в использовании результатов работы в условиях промышленного предприятия. Степень обоснованности научных положений. Результаты исследования согласуются с современными наработками в области планирования производства и технологической подготовки производства. Разработанные математические модели и алгоритмы применены в условиях действующей производственной системы. По результатам внедрения подтверждена удовлетворительная сходимость результата. Достоверность полученных результатов обеспечивается их внутренней непротиворечивостью и соответствием теоретическим положениям технологии машиностроения и корректным использованием математического аппарата. Замечания по диссертационной работе. Первое. На странице 83 автор утверждает, что на станке с ЧПУ все операции выполняются с одной установки обрабатываемой заготовки, что в общем случае неверно, справедливо только для относительно простых заготовок, а для сложных требуется переустановка. Второе. Блок схемы алгоритма, представленный на рисунке 3.3, имеет блок условия, в котором имеются три выхода при наличии двух вариантов ответа на условия. Как это понять? Алгоритм на рисунке 3.4 является, по сути, последовательностью действий, а не алгоритмом. Третье. Традиционный технологический процесс обработки деталей в таблице 4.5 вызывает большие сомнения, так как имеется последовательность нескольких операций с одинаковым названием, например, 7 токарных операций подряд, судя по всему, с неизменным оборудованием. А это уже не новая операция, а переходы или установы. Первое. Рациональный технологический процесс в этой таблице – это просто применение нового оборудования в ЧПУ. Четвертое. На странице 107 говорится о результатах оценки применения разработанного комплекса, но сами результаты не приведены. В таблице 4.8 в столбце после внедрения разработок себестоимость продукции по всем позициям уменьшена от базовой на равной доле ровно на 5,3%. Хотелось бы подробное разъяснение, как рассчитывается себестоимость продукции после внедрения разработок. Шестое. В работе важно пояснить, что понимается под эффективными технологическими решениями, применяемые для разработки рационального технологического процесса, обработки деталей при наличии информации о реальных размерных параметрах заготовки. Седьмое. Объем автореферата несколько излишен. Восьмое. В тексте диссертации присутствуют ошибки, опечатки, неточности и несогласованности. Приведены примеры. Девятое. В работе не показано, что процедура измерения реальных размерных параметров поверхностей заготовок не доведена до стадии разработки программного обеспечения, как проходило внедрение результата. Тем не менее, с учетом даже поставленных замечаний, считаю, что эти замечания свидетельствуют о сложности решаемой автором задач и не снижают общий высокий уровень диссертационной работы, ее научную и практическую значимость. Заключение. Диссертационное исследование решетников Евгении Павловны является законченной научно-квалификационной работой, которая выполнена на высоком уровне и представляет собой самостоятельное, целостное, завершенное исследование, выполненное на актуальную тему и содержащее решение прикладной научной задачи, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны, заключающиеся в повышении эффективности изготовления деталей, со сложно-профильными поверхностями на основе разработки комплекса контрольно-измерительных процедур, в системе планирования многономенклатурных технологических процессов. Полученные результаты имеют научную и новизну и практическую ценность. Диссертационное исследование в соответствии с пунктами 11 и 13 и 14 положения присуждения ученых степеней содержит список работ, опубликованных автором по теме диссертации. Основные результаты исследований опубликованы в 30 работах, в том числе одной монографии, в 6 статьях в журналах, рекомендованных в перечне ВАГ и в одном издании Международной базы Скопус. По материалам диссертации получено 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ. Результаты работы опробированы на международных и российских научно-технических конференциях. Диссертационная работа решетника Евгения Павловна по своему объему актуальности научной и практической значимости полностью соответствует всем критериям положения присуждения ученых степеней пункта 9 и 14, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации предъявляемым кандидатским диссертациям. А ее автор решетника Евгения Павловна заслуживает присуждения ученых степеней кандидата технических наук по специальности 05, 02, 08 в технологии машиностроения. Официальный оппонент заведующий кафедрой компьютерной технологии системы Брянский государственный технический университет Авершенков Андрей Владимирович. Дата подпись. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Присаживайтесь. Слово для ответа Евгении предоставляется Евгении Павловне. Пожалуйста, Евгений Павловне. Замечание первое. Выражение на станке с ЧПУ «Все операции выполняются с одной установки, обрабатанной заготовки приведено в контексте описания функциональных особенностей современно-технологического оборудования». Замечанием согласна, что для относительно простых заготовок не требуется переустановка, а для сложных требуется переустановка. Замечание два. На рисунке 3.3 по третьим выходам подразумевается окончание работы алгоритма. В презентации указан недочет исправлен. В таблице приведена последовательность технологической операции для изготовления изделий. В докладе это замечание учтено и привезен маршрутный и операционно-технологический процесс, в котором детализирована технология обработки, указан тип оборудования, на котором будут выполняться операции и режимы перехода обработки. Замечание 4. Результаты работы представлены в виде приложений Б, В и Г к диссертации. Это протоколы измерения, это программы для генерации вариантов средств измерений для текущих производственных условий, и программы для формирования рационального комплекта контрольно-измерительных средств с учетом текущей производственной ситуации. Замечание 5. Себестоимость продукции рассчитывалась согласно нормативным документам промышленного предприятия «Алмаз» города Саратов, исходя из стоимости затраченного материала и норм калькуляции времени изготовления продукции. Замечание 6. Под понятием «эффективные технологические решения» подразумевается решение, которое принимается для разработки рационального технологического процесса, для изготовления деталей. Они основаны на информации о реальных размерных параметрах заготовки, которая позволяет обознованно назначить эффективные технологические базы, рациональный маршрут технологического процесса, режимы обработки и комплект контрольно-измерительных инструментов и оснастки. Объем автореферата соответствует пункту 5 положения присуждения ученых степеней. Представляет собой один авторский лист. Замечание 8. Указанные замечания выявлены, допущенные ошибки и отпечатки в тексте с данным замечанием согласны. Замечание 9. Процедура измерения реальных размерных параметров поверхности заготовки проводилась по предложенной методике координатного измерения деталей со сложнопрофильными поверхностями, на основе которой в программной среде MATLAB разработана программа оценки размерных показателей заготовки. Программное обеспечение в настоящее время на стадии разработки готовится к представлению для государственной регистрации. На данный момент только алгоритм. Все, да? Да. Спасибо. Присаживайтесь. Поскольку у нас второго оппонента, он не приехал, отсутствует, то слово для зачтения его заключения предоставляется ученому секретарю Зверщикову Александру Евгеньевичу. Мы не имеем права, по-моему, да, Евгений? Не имеем. Так, товарищ, отзыв официального оппонента. Давайте, мы некоторые вещи, он прочитает не все, а... Замечает. Да. Так, отзыв Ингемансона Александра Рональдовича на работу решения Евгений Павловна. В отзыве отмечена актуальность темы. Краткое содержание, 4 главы введения заключения списка литературы. В новизне научных положений отмечено, что по разработку рационального технологического процесса доставления деталей в условиях многономенклатурных производств необходимо осуществлять на основе данных о действительных размерных параметрах поверхностей заготовки. Разработано соответствующее обеспечение для реализации комплекса контроля измерительных процедур. Затем разработано обеспечение процедуры формирования рациональных комплектов, контроля измерительных средств и генерации возможных вариантов реализации системы планирования. Значит, оппонент подчеркивает, что диссертация соответствует паспорту научной специальности по пунктам 3 МАТ моделирования технологических процессов и методов изготовления деталей сборки изделий машиностроения. Пункт 5. Методы проектирования и оптимизации технологических процессов. И пункт 8. Проблемы управления технологическими процессами машиностроения. Отмечается, что автору удалось решить поставленные задачи диссертационного исследования. Материал изложен четко и грамотно. Текстовая часть оформлена в соответствии с существующими стандартами. Теоретическая и практическая значимость работы состоит в научном обосновании комплекса контроля измерительных процедур, разработки и алгоритмизации комплекса контроля измерительных процедур, включая в себя способ группирования, формирования комплекса измерительных точек и так далее. А степень обоснованности считается достаточной оппонентом. Достоверность результатов работы обеспечивается внутренней непротиворечимостью и соответствует теоретическим положением технологии машиностроения. Корректно мы используем средства исследования. Замечания по диссертационной работе. Не конкретизирована область применения работы. Необходимо указать, для каких производственных систем наиболее выгодно применение предлагаемого комплекса контроля измерительных процедур. Второе. При формализации процедур формирования рационального комплекта контроля измерительных средств в работе применяется аппарат генетического алгоритма. Важно пояснить, почему был выбран именно этот алгоритм и было ли сравнение с традиционным способом формирования комплекта средств технологического контроля, применяемых на предприятиях. В работе заявляется методика координатного измерения изделий как структурный элемент при разработке техпроцесса обработки, но нет разъяснений, как данная методика реализована в системе САП-ЛТП. Является ли программным приложением, либо данный процесс не является частью системы САП-ЛТП. А информация о номенклатуре производственной системы вносится в ее базы данных с учетом знания реальных размерных параметров заготовки. Указанные замечания не являются значимыми, так как не снижают научные ценности выполненной работы, не затрагивают основных положений и полученных результатов. Диссертация решетниковой ЕП является законченной диссертационной работой, выполненной автором на достаточно научном уровне, содержит новые научные результаты, важные для практики. Ну и в заключении, оппонент считает, что диссертационная работа по своему объему актуальности и научно-практической значимости полностью соответствует всем критериям положения о присуждении рабочих ученых степеней, пункт 9.14, утвержденного в постановлении правительства, а автор решетниковой ЕП заслуживает присуждение ученой степени кандидата в техническую науку по специальности 050208 технология машиностроения. Официальный оппонент, кандидат в техническую науку, главный технолог АО Федерального научного производства Центра Титан Баррикады, город Волгоград, специальность 050207, технология оборудования, механической физической обработки. Ингемансон Александр Рональдович. Значит, подпись есть, документы в порядке. У меня еще, господа. Евгения Павловна, ответьте на замечание. Замечание первое. Предложенная работа направлена на совершенствование технологической подготовки к производству изделий машиностроительных предприятий. Разработанный комплекс контрольно-измерительных процедур в основе своей предназначен для деталей со сложнопрофильными поверхностями, изготовление которых технически сложный и трудоемкий процесс. Результаты работы возможны для применения на современных машиностроительных предприятиях, для их модернизации. Замечание два. Для формирования рационального комплекта контрольно-измерительных средств в работе применен аппарат генетического алгоритма в связи с тем, что применение генетических методов для решения комбинаторных задач полезно при необходимости большого объема счастливых затрат. Генетический алгоритм позволяет выбрать решение за меньшее время, чем другие известные поисковые алгоритмы. В сравнении с традиционным способом формирования средств измерения было проведено и выявлены следующие недостатки. Назначение средств измерения ведется отдельно для каждой операции, что неэффективно для многономенклатурного производства. Назначаются в основном универсальные или стандартизированные контрольно-измерительные средства, что неэффективно при наличии прогрессивных контрольно-измерительных средств. Высокая трудоемкость в контрольно-измерительных операциях в условиях отсутствия автоматизированных средств для формирования их результатов. И отсутствие повышения квалификации операторов в связи с использованием простых средств контроля. Замечание 3. Заявленная методика координатного измерения служит структурным элементом при разработке технологического процесса изготовления изделий и представлена в виде программной процедуры в системе планирования многонеклатурных технологических процессов. Применяется непосредственно при разработке технологического процесса изготовления деталей именно со сложнопрофильными поверхностями. Данная процедура является частью процесса работы системы планирования многонеклатурных технологических процессов, но отдельно её подсистемой непосредственно при применении комплекса контрольно-измерительных процедур. Все, да? Спасибо. Кто из членов Совета хотел бы выступить? Пожалуйста. Скрябин Владимир Александрович. Работа достаточно актуальная. Математический аппарат хороший и отражает, это самое, и хорошо отражает, значит, проведённые эксперименты. Что касается вот моего вопроса по паритету выпуска деталей в автоматическом производстве, ведь дело в том, что в интернации, я думаю, я думаю, как вот паритет выпуска, значит, сам, то есть детали брались по наибольшей трудоёмкости, так, а то, что не хватало, это из зипа брали, так, в дальнейшем, наверное, вы сделаете алгоритмы и, в принципе, всё будет нормально. Но дело-то вот ещё в том, что у вас поставлена очень сложная задача, значит, внедрение вот этого процесса в гибкое, интегрированное и даже непрерывное производство, так, поэтому, значит, здесь всё зависит ещё от первоначального пункта, от точности заготовок, то есть идёт технологическая наследственность, тем больше технологическая, чем больше заготовка, значит, сама подходит к форме готовой детали, тем точнее идёт измерение, и потом-то обработка. И, в принципе, значит, это самое всё. Единственное только замечание в том, что вы не указали, значит, погрешность между, значит, экспериментальными значениями и значениями, ну, в автореферате указано это. И поэтому всё-таки я считаю, что, значит, эта работа должна иметь продолжение в плане, в плане, значит, всё-таки доведём до конца, в плане приоритетности выпуска деталей и их самтоизмерения. И, ну, я думаю, моё мнение заслуживает присуждение учёной степени кандидата наук. Мы не погрешим против истины. Спасибо. Спасибо. Александр Евгеньевич Заверщиков. Так, ну, для любого технолога не является откровением, что разработка технологического процесса зависит от тех данных чертежа, точности заготовки, которая исходно поступила, и от того, что мы получаем в конце. Однако в данной работе сделан дальнейший шаг, то есть мы, так скажем, переходим на другой уровень детализации, оценивая каждую конкретную заготовку по её точности и, соответственно, с этим корректируя технологический процесс. Это очень интересный подход, особенно в условиях мелкосерийного производства, когда заготовка не точна. Поэтому я считаю, что работа, в принципе, достойная. Есть у этой работы недостаток. Недостаток достаточно существенный и серьёзный. Я не увидел в этой работе мер, критериев и последствий коррекции технологического процесса, которые заявлены. Меня немного насторожило, что не оценивано именно контрольно-изменение трудоёмкости основных операций. Однако выбор контрольно-измерительных средств и трудоёмкость контрольно-измерительных операций вполне может дать такой эффект, который указан на работе. Я подчеркну, что выбор средств измерения – вещь достаточно многовариантная, которая имеет в основании своём именно себестоимости. Если мы говорим о измерении КИМ оптическим или контактным или универсальными средствами измерения, которые давно, так скажем, используются, здесь всегда существует масса вариантов, оценить которые иногда бывает достаточно проблематично. Эта работа предоставляет такой инструмент, методику для оценки одной из операций технологического процесса, который в последующем имеет достаточно серьёзные последствия. Поэтому я считаю, что работа достойная, я буду голосовать за него. Положительные последствия? Да, положительные последствия. Андрей. Артёмов Игорь Иосифович. Значит, уважаемые коллеги, вот данная работа является ещё одной ступенью, над которой бьются машиностроители столько времени, сколько существует машиностроение. Это получение деталей с требуемой характеристикой, естественно, обеспечения точности. с качеством поверхности и при этом, естественно, со снижением себестоимости её изготовления. Вот когда до 70-х годов развитие машиностроительных дисциплин научных шло, мы констатировали факт. Вот мы нашли, вот да, создали размерные цепи технологии машин, изучили поверхность. Но потом в начале 70-х стал стоять вопрос о том, чтобы всё-таки не просто получать эти данные, а возможность ими управлять. И вот такая первая попытка, которая увенчалась и была оценена по достоинству советским государством, было создание адаптивной системы управления в Мосстанкине, за которую получили ленинскую премию. Балакшин Борис Сергеевич, основоположник этого направления, и вместе с коллективом, в который входил Позров Борис Мухтарбекович, в который входил Соломин, Сьюй Бихалович и ещё там три человека. Но на этом не остановились. Дальше стали развиваться вот все вот эти системы КЭТ, КЭМ, то есть проектирование, изготовление, потом КЭИ, которые связывают эти две вещи. Они направлены на то, чтобы найти рационально и обеспечить то, что нам требуется в данной детали, узле или агрегате. И вот потом уже возникать стал вопрос, что в связи с развитием компьютеризации можно контролировать или, по крайней мере, получать оценку с каждого этапа производства деталей. Получили мы заготовку, мы можем её оценить. Можем оценить и, соответственно, должны уже, может быть, вносить коррекцию в технологический процесс. Значит, начали мы делать технологический процесс, прошла одна операция, мы её оценили, мы можем внести коррекцию. Вот сейчас, благодаря широкому внедрению цифровизации компьютерной техники, это становится возможность. И поэтому данная работа, она как раз отвечает вот этому направлению. То есть, делается попытка в этой работе оценивать результаты изготовления на одном этапе, используя измерительные средства. Я понимаю, конечно, и вы понимаете, что в данной работе иногда, и как и в других работах, которые выполняются ну, аспирантами, соискателями, мы предлагаем вот выбирать средства. Но когда мы сталкиваемся с конкретным производством и говорим, что вот нам нужно это, надо купить, а на что покупать-то? Поэтому, но всё равно, такие работы имеют право на существование. То есть, мы должны смотреть вперёд для того, чтобы оказаться на должном уровне по сравнению, ну, как раньше называли, развитые страны Запада. Я считаю, что в данной работе попытка, которая была сделана, она увенчалась успехом в рамках поставленной задачи. Значит, а соискатель, опять же, я высказываю своё мнение, я говорю о своём мнении, не имею права вас призывать. Я считаю, что соискатель заслуживает присуждения в искомой степени. Спасибо. Спасибо. Больше нет? Никто не желает? Пожалуйста, Петрович. Вот я не хотел бы это… Микрофон… Да, это обсуждение, это начинается… Ну, уже здесь высказались мнения, так? Но я хотел бы обратить внимание всех членов Совета на это вот рациональный там процесс контроля, так? В чём здесь рациональный? Есть процесс, технологический процесс, так? Он один и десять, тут не говорится, что могут быть варианты. Это стратегия игры природы, ну, производства. И мы применяем какие-то процессы измерения. Это тоже стратегия. И вот каждая стратегия приносит какой-то выигрыш. Я вам и объявляю тогда рациональным поведением тот процесс измерения, который даёт мне наибольший выигрыш, который можно измерить количественно. А тут нет, это вот так… Ну, одно только энергетическое определение, то его никто не приводил. Просто рациональный и всё. Вот верь, хочешь не веришь, хочешь нет. Вот надо нам от этого как бы уходить. Спасибо за внимание. Спасибо. Это не маршная задача. А? Не маршная задача. Ну, может быть. Ну, можно и по-другому. Как сумел, так, может быть, табличку построил. Спасибо. Из присутствующих, не входящих членов Совета, никто не хотел бы выступить, нет? Достаточно. Достаточно. Да, тогда достаточно. Никто не хочет больше. Всё. Слово для заключения предоставляется Решетниковой Евгения Павловна. Пожалуйста. Спасибо всем. Благодарю за проявленный интерес к работе, за вопросы, за замечания, которые позволят в дальнейшем мне скорректировать, устранить недостатки и что приведёт к более совершенствованию работы. Спасибо. Всё, да? Спасибо. Нам надо выбрать счётную комиссию. В счётной комиссии из трёх человек предлагается Иванова Татьяна Николаевна, Розен Андрей Евгеньевич и Митин Сергей Геннадьевич. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Воздержавшихся? Нет? Пожалуйста, приступайте к голосованию. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Дата голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата технических наук Решетникова Евгения Павловна. За 13, против 1, недействительных бюллетеней 1. Председатель счетной комиссии Митин Сергей Геннадьевич. Подписи все есть, да? Все подписи есть, да. Кто за утверждение данного протокола, прошу голосовать. Кто за, против, воздержавшись, принимается единогласно. Поздравляем. Мы опять наступаем на те же граммы. Значит, существует негласная этика в ученых кругах, которая берет свое начало с прошлого века Советского Союза. Если ты не выступаешь против, ты не голосуешь против. Имейте мужество. Кто против, выскажитесь об этом. Ничего страшного нет. Все нормально. Что значит, все нормально? Ненормальная этическая атмосфера. Спасибо. Рассматриваем заключение, которое перед вами. Я по второй страничке, вопрос. Сыскатель имеет 28 опубликованных работ. Между тем, в отзыве... Свыше 30 работ. Свыше 30, а в отзыве организации здесь выполнялась работа, там 60. Нет, в каком-то 30 было. Свыше 30, а в одном из округов 60. Ну а что же? Нет. Значит, здесь речь идет, как я понимаю, о том, что... На 60 не может у нее быть. Когда она успела их написать? По теме диссертации. По теме диссертации. По теме диссертации, да? Нет. Сейчас уточним. По теме диссертации. Нет, список трудов. Нет, вы говорите, слушайте, 35, жить 28. Нет, ну список трудов, по теме диссертации. Значит, вот заключение организации Саратов государственной технической сети. По материалам диссертационного исследования опубликовано 60 печатных работ, из них 5 вак, 1 скокус, 54 сборника. Кому будут верить? Да, в авторе ферриарте 20. В авторе ферриарте 20. Тогда будем считать данные, которые в заключении, не совсем корректные, да? Ну, могли ошибиться. Сколько будем считать? Тут только единственный момент. Все-таки в авторе ферриарте написано так. Основные публикации. Давайте здесь. В авторе ферриарте написано основные публикации. Итак, сколько? 20. 20. Как в авторе ферриарте. И можем... В авторе ферриарте, Викторович, вот здесь вот есть публикация. Да. Вот здесь написано, свыше 30 равных. Это где? 7. 7. Но по теме диссертации... 37? Нет, ну здесь написано, свыше 30 равных. Нашел, да. Свыше 30 равных, в том числе и дальше? Кто читает? Все нормально. Ну, 3 цепи. Да нет. Ну, тогда же, наверное, пересоставить. Здесь, как вы имеете, свыше... Свыше ни слова. Там конкретно сколько там уже? Нет. Давайте мы тогда вот как здесь. Секундочку. Давайте мы в речь... Мы в речь... Секундочку. И список трудов. Список трудов прикладывается в деревья. Нет. Слышно. Дерень я включаю. Как вам следует... А 20 это основные у нее. Вот 20 пишем, наверное. Основные публикации, значит, по теме декоратива, основные... Владимир Александрович, мы это все прочитали. Ну, давайте вот здесь. Основные вот это. Вы можете назвать, сколько конкретно? Как назвал? 37. 37 по 32. То есть, если не было в возникных вопросах, надо будет подтвердить цикл. Нет, а почему 37, когда у вас 20? Вы в Трифиаде. Ну, там основные... Пока человек шел на защиту, вышли еще... Там отчеты, может, какие-то там, я не знаю. Нет, тут основные публикации написаны. Так, коллеги, пишем 37. Ну, зачем? Зачем 37? 20 напишем. 20, как в автореферации. Вопрос нет. Идем дальше. Так, закрой. А, ну, сейчас. Старайтесь. Это основные тоже. Нам, где-то есть, это что-то, 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 что-то... О чем заключение в странице-то не пронумеровано? Сверху. Здесь сверху, да нет? Нет, это совсем не надо. У тебя есть или нет, я что говорю? Вот здесь, вот здесь, получается, мы же здесь... Сейчас написано выше 30. Понятно. С выше 30. Сейчас, выше 30. Держите. Да. Коллеги, строительство 4 тогда, разработано. Нет, ну, мы здесь все сделаем. 20. 20 работ. Основные? Я не согласен, 20. В отзывах написано с выше 30. А что такое с выше 30? Здесь написано с выше 30, а мы пишем 20. Значит, мы пишем, сколько указано в автореферате. Но только пишем основные публикации. Нет, нет, нет. Коллеги, в заключении речь не об основных публикациях. Обо всех. Обо всех. Соискатель имеет столько там публиководных печатных работ общим объемом 13,7 печатных листа. Значит, Александр Евгеньевич, заключение по чему? По диссертации. По диссертации. А в диссертации у него полный? А в диссертации 20. В автореферате? В автореферате. А в диссертации у него 30 сколько у меня? 30. В самой диссертации в автореферате ограниченный объем. Есть у вас деньги на будущее. Какой ограниченный объем? 20 или 30 поставить? Если мы сейчас напишем 37, у нас плывет общий объем. Откуда, где эта цифра 37 подтвержденная? У вас есть, например, в списке литературы десертации? В гелайбуре. Десертации у вас сколько? Самой десертации сколько у вас будет на работу? Ссылку сколько на работу? Займ. Десертации у вас сколько у вас будет на работу? Давайте по другому вопросу поставим. Откуда взялось значение 28? Значит, Александр Евгеньевич, я предлагаю следующее. Мы можем здесь дискутировать до бесконечности. Давайте оставим это для вас, воячка, соискатели и научные руководители. Решите определить... Да, значит, вот это сделаете. Меньше нельзя, больше там можно обосновать. Значит, по третьей странице есть вопрос. По третьей? Вопрос такой. Вот здесь нет список. Отзывы. Здесь два раза присутствует одна и та же организация. Тольяттистанский государственный университет. Опечатка. Не опечатка, а не вера. Ага. Оно залчено. Его не озвучивали, он только прислал, поэтому... Я брать на ряду. Да, его не надо. Его не надо. Он сегодня почту принял. Но у нас здесь как-то... Какой вы еще брать? Какой? Какой? Кого не было, но вы убрали. По этой странице у меня тоже вопрос. Сколько все-таки у нас отзывов? Отзывов 14? Отзывов 14. Тут стоит 16. Нет, это... 14. Да. Если пришел сегодня, потом все... Он должен был за 10 дней на сайте. Электронный? Электронный он пришел. И мы с достаточно... А у вас не согласен. Это 16. Значит, можно убрать. Нет, здесь должно быть количество отзывов. Сколько, сколько он на сайте? Конечно. Ну, 14. Я проверяю. На сайте сколько? 14. Ну, вот и здесь сколько должно быть. Ну, все, пишем. Там здесь 16. Нет, нет, 14. Эта страница 14. Ну, короче, вы все равно просматривайте. Мы вам поручаем с ней. Так, что у нас? Четвертая страница. Четвертая страница. Пятая, Юрий Петрович, вам говорили. Значит, опять надо вам поручить, чтобы на первом месте в каждом абзаце стояла не направленная реализация комплекса контрольно-измерительных процедур, а стояла система автоматизированного планированного генеклатурных технологических операций. И так в каждом абзаце. То есть на первое место поставить технологию. А метрологию уже поставить на второе место. И так, и где доказано, и где... Ну, все основное там. И личный вклад соискателя также. Вот это вам все перейдет. Согласны? Да. Кто за такое предложение? Кто за? Против? Воздержавшихся нет. В заключении утверждаю. Всем большое спасибо. Есть замечательное. Есть, есть...